14 ноября Павел Андреевич Федотов 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 небольшую пенсию, обречь себя на такое, в общем, полуголодное существование, но тем не менее целиком отдаться искусству. Дорогу в рисовальные классы уже знал. Сверх того, думая сделаться баталистом, начал изучать коня со скелета. Но старая страсть к нравственно-критическим сценам из обыденной жизни, прорывавшаяся уже и прежде, на свободе развелась вполне. Это было желание владеть мастерством, восполнить те пробелы, которые у него были. Ему действительно надо было наблюдать, рисовать, беспрерывно, так сказать, как бы испытывать остроту своего зрения. Моего труда в мастерской только десятая доля. Главная моя работа на улицах и в чужих домах. Я учусь жизни. Я тружусь, глядя в оба глаза. Мои сюжеты рассыпаны по всему городу. И я сам должен их разыскать. Вот в тот самый год, когда Федотов вышел в отставку, он исполнил сепии, это такая техника наподобие акварели. Разные события тут переплетаются, взаимодействуют в этих композициях. И за смешным, смешного там очень много, в этих композициях уже скрывается серьезное. Федотов поучает, обличает. Он как бы окунает зрителя в тот безумный мир современного моего города, который как раз он очень глубоко постиг. Безумный в таком Гоголевском смысле. Да, безусловно. В Гоголевском даже можно его сопоставить и с ранним Достоевским в сороковых годах. Перед зрителем возникает изобразительное повествование. Целая история, что ли, иногда с продолжением. Вот одна из них. Кончина Фидельки и последствия кончины Фидельки. Видите, какой переполох произвела смерть любимой собачки, этой занемокшей от горя госпожи. И вот в этой сутоке Федотов изображает себя, рисующим проект памятника собачке. А через три года этюдных начались пробописания в миниатюре масляными красками. Для практики переписал этой манерой портреты почти всех своих знакомых. Вот сюжет «Свежего кавалера» этой первой картины Федотова уже был использован художником в одной из своих более ранних сепий. Вам не кажется, что шутливая сепия превратилась теперь в обличительную картину? Да, вы совершенно правы, Юрий Львович. Но обратите внимание на то, с каким юмором обыграл художник все детали, и как он ловко сумел рассказать о пирушке по случаю получения первого ордена. Но в центре, конечно, сам вот этот вот герой, в кавычках, далеко не «свежий кавалер». Отвратительное порождение России того времени, чиновничьей России. «Свежий кавалер» была самая обличительная из всех картин Федотова. Вот в «Разборчивой невесте» уже другой как бы поворот события. Он не обличает своих героев, скорее они пристают перед нами как, ну, какие-то жалкие люди. Может быть, тут даже есть элемент сочувствия. Вы заметите, что и по-другому ведут себя вещи, предметы, детали. В «Свежем кавалере» все это было выполнено достаточно сухо, как бы информативно. А здесь, хотя эти вещи и немножко выдают, так сказать, вот такой мещанский вкус. Но они очень фактурные. Да, но они прекрасные, они, так сказать, великолепно сработаны, сделаны. И вот Федотов, в общем-то, любуется. Любуется, конечно. Вот этим изделием рук человеческих. Вам не кажется, что сюжет вот этого завтрака аристократа очень комедийен? И вот его персонажи, они сами как бы грустны. Им не смешно. Им не до смеха, я бы сказал. Им не до смеха, да. Но зритель, глядя на них, смеется. Они вызывают улыбку. Да. Это характерно и для завтрака аристократа, и для центрального произведения вот конца 40-х годов, картины «Сотовство майора». Федотов добился очень большого и шумного успеха. Одна за другой выставки. Он ведь был не только художником, он был еще поэтом и музыкантом. Честные господа, пожалуйте сюда. Майор толстый, бравый, карман дырявый. А вот, извольте посмотреть, как наша пташка хочет улететь. А умная мать за платье ее хвать. Внизу картины сидит сибирская кошка. Рыльца умывает, гостя в дом зазывает. Хозяин купец, невестин отец. Жениха майора ждут, кулебяку несут. И заморские вина первейших сортов. А вот и самое панское. Сиречь шампанское. А что, господа, чай устали глаза? Извольте перекреститься и по домам расходиться. И вот теперь, казалось бы, все получилось. Он выиграл. Да, он выиграл. Он выиграл. И казалось бы, что вот все вот пойдет дальше так же, с таким же успехом. Но тут вот фортуна отвернулась от него как-то неожиданно сразу. И последовали какие-то неудачи, несчастья. Просто одно за другим. Это вот как раз падает где-то на 50-й год. Но можно что-то вспомнить из этих обстоятельств. Но там были домашние очень сложные дела. Потому что овдовела его младшая любимая сестра. Постоянно, так сказать, вот он думал о своем отце. Об этом доме, который оставался, так сказать, в нужде и почти в нищете. Теперь, вот произошли, так сказать, разного рода события в конце 40-х годов. В частности, вот его друг, один гравер, он был арестован по делу у Петрашевцев. Они только затевали вместе издавать такой альбом, где вот его этот друг должен был гравировать его рисунки. Ему не позволили издавать, цензовую не позволили, издавать литографию с его картины «Свежий ковалер». Требовались там поправки. Надо было убрать этот крест. Но тогда, вообще, так сказать, картина лишалась совершенно смысла. От него отвернулись очень многие меценаты, которые, так сказать, до этого, ну, хотели купить его произведение. За сватовство майора один меценат ему стал предлагать, так сказать, цену половинную по сравнению с той, которая была сначала оговорена. И вот масса вот таких вот случаев. Это как раз по времени совпадает с очень большими переменами в творчестве Федотова. Это вот портрет Флуга, одного из старых знакомых. Удивительный портрет, почти скорбный. Да. Это портрет посмертный. Он писал его уже после смерти этого человека. Но и живопись здесь совершенно уже другая. Она очень напряженная, драматичная. Мотивы новые появляются у Федотова. Вот этот мотив свечи. Мне кажется, свеча имеет и какой-то символический смысл в этих поздних его работах. Последний период творчества Федотова, три года, короткий период, он начинается с работы над несколькими вариантами вдовушки. В этих вещах уже нет сатирического начала. Тут нет места для смеха. Теперь на первый план выходит уже трагедия. А вот этот вот портрет, который кажется знакомым. Да, лицо знакомое, это сам Федотов. А как вообще складывались отношения Федотова с женщинами? Ну, он был влюблен и не раз, и мечтал о семье, и нередко изображал себя в автошаржах. Был такой момент, когда он, в общем-то, собирался жениться, но женить бы это не состоялось. Меня не станет на две жизни, на две задачи, на две любви к женщине и к искусству. Нет, чтобы идти прямо, я должен оставаться одиноким зевакой до конца дней моих. К одной из своих последних картин «Анкор, еще Анкор», Федотов шел довольно долгим и трудным путем. Он еще в конце 40-х годов нашел этот сюжет «Офицер, дрессирующий собаку или кошку». Эта картина символична, я бы сказал. Она, так сказать, выражает какое-то чувство абсолютной безысходности, бессмысленности бытия, бессмысленности жизни, которую окружает Федотова. И ведь это выражение «Анкор, еще Анкор» как абсурдное вошло в язык, по сути дела. Да. Но оно абсурдно, потому что «Анкор» — это и есть еще. Это единственный смешной момент в этой картине. Остальное все здесь... Почти каламбур. Да, почти каламбур. Остальное здесь все очень трагично. Вот я вам хочу показать несколько рисунков, которые были сделаны к последней картине. Игроки. Это очень сильные, с моей точки зрения, вещи. Это, так сказать, ну, как бы сказать, это сюрреализм 19 века. Конечно, когда мы знаем творчество Сальватора Дали или Магрита, нам эти вещи могут показаться не очень такими сверхреальными, сверхъестественными. Но если это сопоставить с тем, что происходило в живописи и графике середины 19 века, не только в России, но и во всем мире, то эти вещи, конечно, удивительные. Я не вижу здесь признаков распада психики или бреда. Вот меланхолией, они действительно окрашены. То есть вот это вот депрессивное состояние, которое возникло, как реакция на тот житейский слом, оно здесь видно. Эта вот картина Игроки производит не менее страшные впечатления. Люди, которые в ней представлены, напоминают каких-то коллег. Они страшно изогнуты, исковерканы, искажены. Вот этот интерьер, он тоже внушает какое-то чувство, ну, удивительное, какой-то опустошенности, искаженности жизни. Это все создает впечатление какого-то страшного мира, в котором живут эти люди. Можно ли сказать, что этому соответствует в душевном мире художника состояние надлома? Безусловно. Очевидно, еще в последние месяцы оно осложнилось каким-то телесным заболеванием, грудной водянкой, как они пишут, отек легких, по-видимому. Может быть, это была пневмония. Но во всем случае, это рисунки человека в меланхолическом, депрессивном состоянии, а не человека в бреду или в психозе. А вот интересно, есть еще один рисунок, который был сделан уже там, в клинике. В больнице всех скорбящих. Да, в больнице, в больнице всех скорбящих. Вот он такого рода. Но и здесь же нет никакого бреда. Это зарисовки мастера. Очень интересные, очень разнообразные. Это зарисовки человека в ясном сознании. Видимо, просвет какой-то был в его состоянии, когда он это делал. Вот очень интересно. Это кто? Это Николай Первый. Он смотрит, видите, через лупу, через замечательное стекло на Федотова самого. То есть Федотов рисует такой сатирический диалог художника и императора. Да, сатирический. И может быть, так сказать, тут есть какая-то нота вообще даже и трагического, если хотите. Но, так сказать, в самом рисунке, может быть, это не видно, но этими трагическими мыслями и соображениями навеян этот мотив. Так что вы считаете, что и здесь он сохраняет? Я считаю, что и здесь. Это явный такой просвет в его душевном состоянии. Возможно, что оно и было окрашено бредом, но этот бред не был стабильным. И рисунок бредом не продиктован. А вот то, что Федотов был, конечно, в тяжком душевном состоянии, это безусловно. И сопротивляемость организма его в этот период могла резко ослабнуть. Он мог от простой, случайной инфекции, от простуды мог погибнуть. Мой оплеванный судьбой фурор, который я произвел выставкой своих произведений, оказался не громом, а жужжанием комара. Я, бросивший 10 лет гвардейской службы и счастливый, увидел себя в страшной безнадежности, потерялся, чувствовал какой-то бред ежеминутной об обиде моей. Род помешательства. Судьба, как неразмотанный клубок. Каждая нитка не знаешь, цельная или с узлом, что такое и как велика, на чем конец намотан. Ничего не знаешь. Каждая нитка не знаешь, цельная или с узлом. Каждая нитка не знаешь, цельная или с узлом. Продолжение следует...